Продолжение следует... А вы в курсе, что медицина в Сочи развивается очень быстрыми темпами, но наряду с этим остаются и проблемы? Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня в нашей программе мы поговорим о работе Комитета городского собрания Сочи по социальным вопросам и здравоохранению. И гость нашей студии сегодня – это руководитель этого комитета Кирилл Гордон. Кирилл Владиславович, здравствуйте! В депутатском корпусе 5-го созыва вы работаете всего несколько месяцев, но в медицине уже, конечно, не первый год. Вы и доктор медицинских наук, и профессор, и являетесь главным врачом первой городской поликлиники. Поэтому вам, как никому другому, знакомы вопросы медицины, проблемы, которые сегодня стоят в городе Сочи. Какие это проблемы? И о работе вашего Комитета, чем он занимается, и какие вы направления курируете в этом Комитете? Здравствуйте, глубоко уважаемые сочинцы! Безусловно, являясь главным врачом самой большой поликлиники, при том самой большой не только в городе, а в Южном федеральном округе, наша поликлиника обслуживает более 150 тысяч населения, я очень хорошо знаком как с проблемами, собственно, здравоохранения амбулаторно-поликлинической сети города, так и с проблемами наших пациентов. Действительно, сейчас, в постолимпийском периоде, мы переживаем кардинальное улучшение качества медицинской помощи. И связано оно как с субъективными, так и объективными факторами. Управлением здравоохранения города предложены и успешно реализуются несколько проектов. К каждому сочинскому олимпийское здоровье, Сочи вне зависимости и многие другие. И целью этих проектов является заострение внимания на конкретном пациенте, то есть развитие клиентоориентированности. Благодаря реализации проектов здравоохранения, различных национальных, федеральных программ, медицинские учреждения города получили мощнейший толчок в своем развитии, модернизации, благодаря оснащению современной медицинской техникой. Благодаря неустанной заботе, в общем-то, всех ветвей власти, мы отмечаем рост заработной платы медработников, что позволило нам привлечь в систему здравоохранения высококлассных специалистов. Остаются и проблемы. Нам бы хотелось существенного омоложения медицинских кадров. И здесь большую помощь нам окажет реформа оплаты здравоохранения, которая начинает активно реализовываться с 1 января 2016 года. Благодаря этому возрастает базовая часть заработной платы, что обеспечит достойную зарплату вновь приходящим выпускникам медицинских институтов, поступающим на работу работникам среднего звена, нянечкам, санитаркам. Давайте подробнее поговорим о кадрах, раз уж затронули эту тему. Как привлечь младший медицинский персонал? Потому что ни для кого не секрет, что текучка кадров-то наблюдается. Все равно, как удержать и как привлечь в больницы молодых специалистов или уже опытных? На какой опыт мы будем ориентироваться? Может быть, в других городах есть уже какой-то интересный опыт? Надо сказать, что Сочи и здесь является определенным лидером. Действительно, у нас достаточно высокая заработная плата. У младшего и среднего персонала она превосходит аналогичные показатели в других регионах. И поддержание достаточно высокого, по сравнению с отраслевыми, уровня заработной платы позволяет нам аккумулировать хорошие кадры и минимизировать, как вы выразили, текучку. То есть, младший медперсонал сегодня идет и острые нехватки мы не наблюдаем? Я хочу сказать, что сотрудники многих медицинских учреждений на сегодняшний день защищены. Но все-таки хотелось бы подробнее о работе комитета, которым вы руководите. Чем он занимается сегодня? В названии нашего комитета очень грамотно соединены две сферы. Социальная сфера и здравоохранение. Потому что каждый должен осознать, что здоровье человека – это не прерогатива исключительно медицинских работников. За здоровье отвечают все – и власть, и медработники, и социальная сфера, и экологи, и самое главное – сам человек. Как следует из названия комитета, мы большое внимание уделяем вопросам социального обеспечения, социальных гарантий, социального сопровождения населения. И опять же, особенностью работы в предстоящие годы, которые отражены и в бюджете города на 2016 год, предусмотрена адресная помощь всем категориям лиц. Давайте тогда еще поговорим о возможностях бальнеологических курорта, потому что туристический потенциал очень велик. Кто может приезжать? Какие виды сегодня услуг по бальнею, лечению оказываются в Сочи, в этом направлении? Насколько все развито в городе? На мой взгляд, развитие города невозможно без возрождения санаторно-курортной отрасли. Потому что бальнеологический курорт Сочи-Мацеста – это те корни, из которых сегодня вырос мощный ствол горно-климатического спортивного курорта Сочи, на базе которого проводится сегодня колоссальное количество спортивных, культурных, научных мероприятий. Без курортной составляющей трудно построить успешную экономику города. Но, если вспомнить 80-е годы прошлого века, в Сочи на лечение в здравнице приезжало минимум порядка 2 миллионов отдыхающих. И сегодня мы имеем очень ограниченное количество здравниц, которые в полном объеме используют курортный, в частности, бальнеологический потенциал нашего курорта. А Сочи уникален. Ни один курорт мира не имеет такого обилия различных гидроминеральных ресурсов на своей территории. Ну как все-таки нам вернуться к этой цифре 2 миллиона, к цифре советского времени? Как сегодня привлечь не на пляжный отдых, не на отдых экскурсионный, а все-таки на бальню какой-то отдых с лечебными процедурами туристов? Необходима реанимация санаторно-курортного лечения с формированием механизмов оплаты этого лечения владельцам мест размещения, на базе которых будут эти люди находиться. Возможно организация сети курортных поликлиник, где человек приезжающий в частную гостиницу может проходить какое-то лечение, включающее использование бальнеологических факторов наших уникальных минеральных вод в различных при том регионах города. Таким образом, для этого необходимо создание рабочей группы, которая проанализирует курортный потенциал и возможности пошагово и, скажем так, персонифицированно каждому району города создание той или другой схемы. Кто должен войти в эту группу? В эту группу, безусловно, должны войти представители администрации края, Сочи, представители законодательных органов, предприниматели. Безусловно, представители науки, медицины, которые сообща смогут разработать систему оптимизации бальнеологического кластера города Сочи. Но это вот длительный процесс. Последние месяцы наш комитет ведет напряженную работу в направлении разработки условий возрождения санторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в здравницах города. Медицинское сообщество, высококвалифицированные кадры курортологов оказывают нам безмерную поддержку в формировании базы тех медицинских технологий, которые с успехом применялись в прошлое время, а сегодня модернизированы и отвечают самым высоким стандартам медицинской реабилитации и восстановительного лечения. Со своей стороны, законодательное собрание края в лице Комитета по здравоохранению также с интересом выслушало наши предложения и оказывает нам серьезную методическую поддержку. На наш взгляд, в начале следующего года реально проведение большого круглого стола с участием всех заинтересованных лиц, в первую очередь бизнеса, по возрождению санаторно-курортной системы. Я знаю, что вы плотно работаете с законодательным собранием Краснодарского края. Не так давно состоялся визит депутатов ФСЗСК в наш город. И были экскурсии по объектам здравоохранения. Какую они оценку, может, дают? И по борьбе с инфекциями был круглый стол. Ну и у нас есть сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. Работа инфекционной службы города Сочи получила высокую оценку гостей из краевой столицы. Глава рабочей группы отметила, что инфекционные заболевания в Сочи под контролем. Несмотря на то, что город постоянно подвергается рискам вспышек таких инфекций. И главной их причиной, считают собравшиеся, неконтролируемые сбросы канализационных стоков. У нас есть очень много вопросов, связанных именно с работой очистных сооружений, с работой канализационных коллекторов. Когда идет, допустим, незаконная врезка при строительстве водосливных коллекторов вместо канализационных, и тогда поступают вот эти канализационные воды в море. Поэтому мы перед Роспотребнадзором, ЖКК, поставили вопросы именно отслеживать эти вопросы и работать в этом направлении. Впрочем, в неравный бой с недобросовестными горожанами администрация Сочи уже вступила. Было обследовано 12 тысяч домовладений. Составлено почти 3 тысячи протоколов об административных правонарушениях. 4 тысячи абонентов отключили от водоснабжения до устранения нарушений. И уже 1300 домов подключены к центральной городской канализации. Впрочем, не только канализационные стоки являются источником инфекции. Чаще всего причина заболеваний – элементарное незнание или несоблюдение правил гигиены. Особенно это касается отдыхающих. Детям позволяют пить морскую воду, не досматривают за ними в кафе, не обращают внимания на опасность перегрева, солнечных ожогов, которые резко понижают иммунитет ребенка. И те инфекции, с которыми он справлялся по основному месту жительства, здесь, в Сочи, обостряются или вызывают такую бурную реакцию, которая обусловливает необходимость госпитализации этих детей. Инфекционная служба города Сочи уже начинает подготовку к самому горячему для них периоду – летнему сезону. Чтобы пережить его легче, участники группы предложили ввести ряд правил – увеличить чистоту забора проб морской воды, выдавать паспорта готовности пляжей только после получения санэпидзаключения, а также ввести социальную рекламу, которая предупреждает о рисках инфекционных заболеваний. Кроме того, в ближайшее время в Сочи должны решить проблему нехватки среднего медперсонала. Для работы на курорте будут приглашать из других городов. Под общежитие для приезжих сотрудников отдадут один из корпусов второй городской больницы. Перед этим были осмотрены ряд лечебных учреждений. Сочи получил очень высокую оценку. Действительно, посещение инфекционной больницы поразило уровнем архитектуры, организации, обеспечения современной аппаратурой, современными условиями лечения пациентов. И таких объектов в стране, к сожалению, пока не так много. Круглый стол, посвященный вопросам инфекционных заболеваний, подчеркнул, что, опять же, профилактика данного вида болезни является общим делом. И здесь играют роль не только усилия врачей, направленные на своевременную вакцинацию населения, но и других служб, отвечающих за экологию, в первую очередь за чистую воду. Кирилл Владиславович, время нашей передачи подходит к концу. И в завершение хотелось бы, чтобы вы подвели такой некий итог нашей беседы. В ближайшее время комитет чем конкретно будет заниматься, и какой вопрос сегодня в повестке дня стоит первым? Как председатель комитета по социальной политике и здравоохранению городского собрания, я буду и дальше проводить работу по интеграции различных служб, ведомств, общественных организаций с целью донесения каких-либо благ, каких-либо финансовых средств адресно до каждого человека, который нуждается в социальной защите города. То, что касается вопросов здравоохранения. И дальше мы будем всячески поддерживать сочинское здравоохранение в реализации наших социально важных проектов. Сочи вне зависимости, каждому сочинцу олимпийское здоровье, Хартия и люблю Сочи, клиентоориентированность. Как депутат, избранный от 9-го Гагаринского округа, я, безусловно, продолжу работу по наказам избирателей. И состояние детских площадок, благоустройство школ, детских садов, благоустройство территорий, создание максимально благоприятных условий жизни жителей Гагаринского округа является моей постоянной, ежедневной задачей. Я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня был председатель Комитета городского собрания Сочи по социальной политике и здравоохранению Кирилл Владиславович Гордон. Спасибо. Время нашей передачи подходит к концу. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова